Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Для тех, кто первый раз зашел ко мне в гости, мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробелов. Итак, сегодня видео у нас будет о фаворитах лета, такой себе итог сезона, итог лета. Напоминаю, что я делаю фавориты по пяти категориям, это пять лучших продуктов сезона. Продукты уходовые для лица, тела и волос, также лучший декоративный продукт и лучший парфюм сезона. Если вам интересны мои фавориты, если вам нравится Angry Birds, которые нас сопровождают, уже не первое фаворитное видео, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать мне хотелось бы с нового продукта для меня, действительно продукта, который сделал мое лето, это альгинатная моделирующая маска. В общем-то, фаворит это именно альгинатные маски. Я впервые этим летом попробовала альгинатную маску и мне кажется, девочки, это бомба. В моем случае это производитель VI Cosmetics. В ближайшее время я сделаю для вас полноценный обзор о всех продуктах от VI Cosmetics, которые я протестировала летом. Сегодня у нас будет альгинатная моделирующая маска. Это маска направлена на улучшение рельефа кожи, выравнивая лица, мощный дренажный лифтинг эффект. На самом деле я бы советовала эту маску именно уже девушкам постарше и изначально косметологи используют ее именно для того, чтобы активизировать регенерирующие процессы в коже, для увядающих кожи, для того, чтобы подтянуть как-то кожу. Но знаете, честно говоря, я была в шоке. Я думала, на мне не будет никакого абсолютно эффекта от этой маски. Но когда я ее нанесла, когда она уже застыла ровным слоем, когда я ее сняла, это просто что-то с чем-то. Потому что, когда я ее сняла, мне кажется, я просто не узнала на мгновение свою кожу. Она была абсолютно ровна, она была как будто бы не моя. То есть на ней не было никаких вот именно морщинок таких тонких от обезвоженности. На ней не было никаких следов усталости. Она абсолютно была другая. То есть кожа, наверное, которая у меня была лет в 10-12. Честно, потому что что-то вообще с ней произошло невообразимо. И, честно говоря, я хочу пройти эту маску именно уже курсом. Как это предполагается изначально создателями проходить альгинатные маски курсом. Также хотелось бы совет по использованию. Кто еще не пробовал альгинатные маски, я бы вам советовала наносить очень толстым слоем. И особенно быть аккуратными по краю. Потому что, если вы нанесете тонким слоем по краю, вам будет очень тяжело снять именно с краев. Вам придется именно отколупывать. Это очень неприятно. Поэтому настоятельно вам советую наносить плотным слоем. И даже по краям очень плотным слоем отступать как можно дальше от волос, от бровей. Или чем-то намазывать жирным. Границу с волосами, каким-то жирным кремом, брови, ресницы. Все это намазывать. На глаза я не использовала эту маску. Потому что я использовала ее одна. Если вы хотите на глаза также нанести альгинатную маску, я думаю, что вам понадобится помощь постороннего человека. Я пока что только наносила именно одна в гордом одиночестве. Производила эту процедуру. Но настоятельно вам советую действительно попробовать альгинатные маски. Мне кажется, вы будете в таком же восторге. Они также поразят своим эффектом. Также советую альгинатные маски использовать с какими-то сыворотками, с тониками. Я пока использовала только с тоником Плияна. То есть на тоник Плияна я использовала как раз-таки данную маску. Мне кажется, как раз вот эффект тоника, она как будто бы запечатывает в кожу. Пченки настоятельно вам советую попробовать альгинатную маску. Следующий продукт у меня от марки Клеон. Это мой фаворит по уходу за телом. Всего лета мне он безумно-безумно нравился. Также о Клеон в ближайшее время расскажу, потому что у меня была огромная посылка. Все это тестировала я все лето. И вам готова рассказать в полной мере все, что я думаю об этой косметике. Но молочко это именно мой фаворит в плане ухода за телом. Молочко это направлено именно за уходом. В летний период оно питает и восстанавливает кожу после высушивающего действия солнца, ветра, песка, морской воды, хлорированной воды бассейнов. Успокаивает и восстанавливает кожу после воздействия УФ-лучей. От себя хочу отметить, что очень крутое молочко, потому что оно обладает очень легкой текстурой. При этом оно действительно питающее, восстанавливающее водный баланс кожи. Помимо этого у него есть такой легкий охлаждающий эффект, что летом тоже было очень приятно. И очень удобно использовать это именно молочко после каких-то тренировок, потому что за счет вот этого охлаждающего эффекта очень хорошо снимается напряжение с мышц. Безумно крутое молочко, очень хорошо увлажняет кожу. Мне оно очень-очень нравилось. Оно действительно хорошо работает с кожей, хорошо увлажняет, питает ее. И поэтому также вам очень сильно советую. Следующий мой любимец, просто фаворит. Относительно поздно он у меня появился, практически в августе. Но я влюбилась сразу в этот продукт. Это увлажняющий крем для объема и укладки с имперем и маслом какао. Для пересушенных и окрашенных волос он у меня попался в коробке красоты от New Beauty Box. Это была лимитированная коробка с продуктами Гамания. Я тоже в ближайшее время расскажу о марке Агамания на своем канале. Но самый мой любимый мастхебный продукт, это как раз-таки этот увлажняющий крем. Объясню почему. Во-первых, он очень хорошо увлажняет волосы перед тем, как вы будете их укладывать. Во-вторых, он действительно уплотняет волосы. И это впервые появился у меня продукт, который хоть что-то делает с моими волосами, который ему придает форму, который придает им объем. Поэтому настоятельно советую именно девчонкам с длинными волосами, с длинными тяжелыми волосами, с тонкими волосами. Обязательно попробуйте именно данный продукт. Также у них есть более легкая версия для, по-моему, обычных нормальных волос. Я уже не помню, с какими там добавками. Там серия просто более легкая. Но я думаю, что действие у данного... Поэтому всем девушкам, у которых длинные волосы, которые не держат объем, тонкие волосы, очень густые, плотные волосы, которые также вот висят одним полотном, всем советую данный продукт. Во-первых, он действительно ухаживает за волосами, предотвращает пересушивание во время укладки феном, во время какой-то еще термической обработки, уплотняет полотно волосы. Ваши волосы становятся более плотные, они становятся более ухоженные и также добавляется дополнительный объем. Поэтому, девчонки, очень советую, посмотрите. Здесь, конечно, не очень большой объем, 100 мл, но он расходуется очень-очень медленно. Для моей длины до плеча, для укладки волос, достаточно просто небольшой горошинки. Также стоит отметить, что потрясающе пахнет, он очень вкусно пахнет. Это серия Love Le от Елены Лениной, и она позиционируется как серия с афродизиаками. Не знаю, как действует это все на противоположный пол, но у меня это действует просто бомбезно. Мне безумно нравится этот запах, мне нравится, он не сразу мгновенно поднимает настроение. Поэтому ждите полноценный обзор о косметике и гамане. Я очень давно хотела ее попробовать, и я безумно счастлива, что я наконец-таки ее попробовала. Данный продукт это просто вообще must have. Следующий продукт это мой фаворит среди декоративной косметики. Я очень долго думала, какой продукт у меня реально был летом, самый-самый-самый любимый. Я металась между как раз-таки вот этим карандашом-контуром. Также я думала, что я люблю, обожаю, я действительно люблю, обожаю свой тональный крем, но он у меня был уже в фаворитах, я уже вам рассказывала о нем. И он не является новинкой для меня, я все-таки фаворитах стараюсь выносить для вас продукты, которые новые в моей косметичке. Также я думала насчет карандаша своего от Shiseido, но потом я поняла, что открытие лета 2016, самый крутой декоративный продукт, это все-таки Vee Contour от Maybelline. Это поистине бомба за те деньги, за которые я его купила. Я купила с 50% скидкой в L'Etoile, стоила, по-моему, 350 рублей, но это просто вообще must have для скульптурирования, для контурирования. Он дает натуральную тень на лице, он потрясающий по оттенку. Я не знаю, когда выйдет мое сравнение как раз-таки вот этого Vee Contour и палетки от L'Oreal, которые все очень сильно любят и хвалят. Я уже сняла этот материал, и я его выпущу либо до, либо после этого видео о фаворитах. Vee Contour это именно карандаш, стик, с одной стороны это хайлайтер, с другой стороны это скульптор. Очень удобный, очень компактный, здесь 7 грамм, но я думаю, что вам хватит надолго. Потрясающий, очень правильный, скульптурирующий оттенок, который дает естественную тень на лице. Очень крутой хайлайтер, который работает именно за счет высветления, за счет игры света и тени, за счет своего оттенка. В нем нет никаких блесток, поэтому он работает именно как корректор на лице. Очень люблю этот продукт, он кремовый, он потрясающе ложится поверх тонального крема, дальше закрепляю всю пудру и вуаля, у меня просто бомбическое контурирование на лице. Мне оно очень нравится, оно смотрится очень естественно, оно не бросается в глаза, при этом очень хорошо подчеркнуты все черты лица, и мне этот продукт просто... Это палочка-вручалочка в моих руках, поэтому всем вам советую обязательно попробовать именно Vee Contour от Maybelline. У меня 0.1 оттенок. Он прежде всего правильный по оттенку, он действительно создает правильную игру света тени на лице, он правильно подчеркивает ваши скулы, его не видно, он растушевывается практически в ноль, он кремовый, поэтому он не ложится пятнами, помимо этого у него суперская цена, помимо этого он компактный, поэтому вы всегда сможете его взять с собой. Его форма очень помогает именно провести правильную линию и также ее растушевать. И гвоздь сегодняшней программы, мой самый любимый парфюм, я, наверное, уже на своем канале прожжала всем уши про новую версию Shalimar, которая вышла только в этом году, и про эту версию я могу сказать только одно, если вы не любите Shalimar, значит вы еще не нашли свой правильный Shalimar. Shalimar это именно версия Souffle de Parfum, извините за мой французский, но как-то так оно и правда звучит, это вот такой вот синий флакон, здесь нет привычного нам пушистика, кисточки. Если вы действительно не нашли еще свой Shalimar, то обязательно попробуйте именно его, он не изменяет классике, это все-таки Shalimar, как бы его ни ругали любители версии 25-го года, но это Shalimar, в нем есть его база, при этом он очень легкий, в нем есть такая тропическая нотка, которая делает его безумно легким, он носит вас куда-то на берега с белым песком, с белыми яхтами, к океану, где тропические пальмы, фрукты, все эти ароматы. Также в нем есть такая потрясающая нотка ванили, которая согревающая, все-таки это теплый аромат, при этом он не навязчивый, и он действительно как будто уносит вас далеко-далеко-далеко от ваших всех забот, от городских будней и от всего остального. Это очень-очень летний аромат, очень такой фантазийный, и мне он безумно понравился, это действительно парфюм, который у меня ассоциируется с райскими садами, с каким-то отдыхом в какой-то экзотической стране, и я вам настоятельно советую его попробовать. Я сейчас не буду говорить о нотах, вы все посмотрите на фрагнатики, обязательно оставлю вам ссылку на этот парфюм. И это все на сегодня, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие фавориты лета у вас были, какие продукты вы любили больше всего, и что у вас ассоциируется с летом 2016 года. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!